Искусство всегда было чем-то особенным и уникальным, чем-то существующим здесь и сейчас, чем-то связанным с культом и ритуалом. Все эти вещи придавали ему особую ауру. Но по мере развития технологий мы научились механически копировать искусство, из-за чего оно эту самую ауру потеряло. Ничего особенного в этой копии фильма нет. Они все копии. А если говорить о современном мире, то искусство, прямо как вода, газ и свет, подается прямо к тебе по нажатию кнопки, что еще сильнее стирает традиционное восприятие искусства. И жил-был такой философ по имени Вальтер Бенемин. Он считал, что вот эта вот самая механическая репродукция освобождает искусство от паразитарного служения ритуалу. Она выхватывает его из рук меньшинства и отдает всему миру. И казалось бы, одни плюсы. Ведь теперь мы можем сводить массы с реальностью, а реальность с массами. Но, как это часто бывает, не все так просто. Современная техника внесла массу других тектонических изменений в искусство. И именно это мы сегодня и рассмотрим. И сделаем мы это на примере моего любимого фильма Вуди Алина под названием «Пурпурная роза Каира». Но сначала вы часто меня спрашиваете, как лучше разбираться в кино? С чего начать? Что посмотреть? Что прочесть? И у меня есть для вас ответ. У синхронизации есть отличный курс. Он называется «Как смотреть кино». Его ведет член Союза кинематографистов России Данила Кузнецов. На курсе вы изучите культовых режиссеров, их фильмы, исторический контекст, а также визуальные, сценарные, монтажные и даже звуковые приемы. Я прошел его лично. И могу сказать, что если сравнивать, то там дается такой вот базовый фундамент знаний. Он сравним с начальными курсами киношколы. Только вот киношкола стоит огромнейших денег. А в синхронизации мало того, что курсы стоят всего несколько тысяч рублей, мало того, что на сайте действуют скидки, так еще и мне дали вот такой вот промокод, который дает скидку в 20%. И вот эти вот 20% суммируются с уже существующими скидками на сайте. И он действует на абсолютно все курсы платформы. В общем, если вы хотите разбираться в кино, но не знаете, с чего начать, плюс учитывая все скидки, как по мне, вообще отличный вариант. Крайне рекомендую. Ссылка и промокод будут в описании. Ну а мы продолжаем. Итак, что мы имеем. У Вуди Алина есть два фильма, которые, как по мне, являются экранизациями философских работ. Первый — это Зелик, в котором, я думаю, отражены идеи Адорна. Возможно, мы когда-нибудь его разберем, но сегодня нас интересует другая его картина под названием «Пурпурная роза Каира», где лично я увидел идеи вышеупомянутого Вальтера Беннимина. И в чем они заключались? Смотрите. Человечество всегда умело воспроизводить искусство. Литье или там штамповка — все это было еще в Древней Греции. Но все это ограничивалось монетами, бронзовыми статуями и терракотовыми фигурками. В остальном же искусство в основном было чем-то уникальным. А чтобы его увидеть, ты должен был сам лично к нему прийти. Причем встреча с ним произошла бы в особом контексте. Допустим, ты приходишь в храм и видишь картину или там икону. И стоит она именно там не просто так. Она выполняет свою функцию. Плюс ты испытываешь ее аутентичность. Прямо перед тобой, здесь и сейчас, стоит подлинник. В него впаяно все от начала его существования до нынешнего момента. И эта история может исчисляться веками. И совокупность всех этих факторов автор называл аурой. Но с появлением печати, фотографии, кино и, наконец, звукового кино, происходит сильнейшее потрясение этой традиции. Ведь теперь мы можем воспроизвести абсолютно любое искусство бесконечным тиражом. А это меняет всю динамику взаимоотношений между человеком и искусством. Аутентичность, подлинность, то самое здесь и сейчас произведение, все это испаряется. А вместе с этим исчезает и аура. Ведь современное искусство задумывается не как что-то уникальное. Оно изначально создается для того, чтобы быть репродуцированным. И, пожалуй, самым ярким примером такого искусства является наше любимое кино. А чтобы наглядно рассмотреть этот пример, давайте взглянем на него с помощью фильма «Пурпурная роза Каира». Вообще, я бы охарактеризовал фильм как «Кино о кино». По своей сути, он чем-то похож на «Однажды в Голливуде». Только если фильм Тарантино был про кино 70-х, то картина Вуди Алина про фильмы 30-х. Кстати, если вам нравится жанр «Кино о кино», то я крайне советую посмотреть «Нонфильм» от Квентина Дюбье. Это один из самых интересных фильмов подобного рода. Если бы Дорида снимал фильмы, то я думаю, они были бы именно такими. Потому что Дюбье делает то же самое с кино, что и Дорида делал со структуралистами. В любом случае. Так же, как и «Однажды в Голливуде», «Пурпурная роза Каира» содержит в себе градиент между выдуманным миром кино и реальностью. Только если Тарантино считает, что грань между выдумкой и реальностью расплывчата, то Вуди Алина считает, что эти два мира несовместимы. И он это показывает на контрасте мира кино, где все хорошо, и миром настоящим, где все очень и очень плохо. Действие картины происходит во время Великой депрессии, а это эпоха нищеты и безработицы. Днем главная героиня по имени Сесилия работает за копейки в закусочной, а дома ее ждет безработный муж-алкоголик. И чтобы как-то уйти от своих трудностей, она ходит в кино. Раз за разом она смотрит фильм под названием «Пурпурная роза Каира». Сесилия находит утешение при виде красивых, богатых и успешных людей на большом экране. Они много путешествуют, ужинают в роскошных ресторанах, красиво одеваются, страстно влюбляются. В общем, по сравнению с ней, живут диаметрально противоположной жизнью. И вот, при очередном просмотре фильма, герой картины Том Бакстер обращается к Сесилии, сходит с экрана, а затем парочка убегает из кинотеатра, из-за чего фильм не может продолжаться. Об этом узнают в кинокомпании. И кинокомпания решает отправить в город актера Гила Шепарда. Он, собственно, и сыграл Тома Бакстера. И теперь актер должен убедить своего собственного персонажа вернуться обратно на экран. И тут сразу же хочется подметить один момент. Вальтер Беннимен писал, что «С техникой кино каждый зритель ощущает себя полупрофессионалом. Привычное потребляется без всякой критики. Действительно новое критикуется с отвращением». И похожую динамику мы видим в кинотеатре после того, как из фильма убежал Том Бакстер. За исключением одного эстета, публике не нравится смотреть на, по сути, экспериментальное кино. Они хотят привычных развлечений и критикуют то, что видят на экране. «Что за идиотский фильм?» «Посмотрите на них. Сидят и разговаривают. А где же действия?» «Я хочу, чтобы мне показали то, что я видел на прошлой неделе. Какое безобразие!» А также в этой истории примечателен факт отчуждения актера от своего собственного персонажа. «Актер я, не вы. Я. Я, не он. Это же очевидно. Тогда объясните мне, кто я.» Согласно Вальтеру, если ты смотришь театральную постановку, то на сцене ты видишь неусловного Ивана Иванова. Ты видишь самого Гамлета. Актер театра неотделим от персонажа. Перформанс создается и существует прямо перед твоими глазами. То есть театр про присутствие. Тут есть то самое уникальное здесь и сейчас. Есть та самая аура. Но в кино ауры уже нет. Ведь в нем происходят изменения, которые диктует механическая репродукция. Кино как раз-таки про отсутствие. Киноактер будто бы на очень долгой репетиции дубль за дублем отыгрывает одни и те же сцены перед оборудованием. А его перформанс, собственно, сам продукт его творчества создается из этих многократно отыгранных дублей. Создается потом, в монтаже, кем-то другим. И уже через время, когда-то там, все это дело будет показано перед зрителем. То есть персонаж кино обретает жизнь только когда аура, то самое здесь и сейчас, исчезает. Актер кино уже не имеет полного контроля над реальностью персонажа. Я прочел роль и воплотил вас. Заставил вас жить. Вот я и живу. Но только на экране, пожалуйста. Киноактер чувствует себя словно в изгнании, где он лишен не только сцены, но и своей собственной личности. Со смутной тревогой он ощущает необъяснимую пустоту, возникающую от того, что его тело исчезает, что двигаясь, растворяется и теряет реальность, жизнь, голос и сдаваемые звуки, чтобы превратиться в немое изображение, которое мгновение мерцает на экране, чтобы затем исчезнуть в тишине. Вы не понимаете, что значит исчезнуть, превратиться в ничто, в ничто. И поскольку Бенни мин марксист, неудивительно, что он связывает это с так называемым отчуждением рабочего от продукта своего труда. Ну и, конечно же, превращением искусства в товар. Странное отчуждение актера перед кинокамерой сродни странному чувству, испытываемому человеком при взгляде на свое отражение в зеркале. Только теперь это отражение может быть отделено от человека. Оно стало переносным. Киноактер, стоящий перед камерой, знает, что в конечном счете он имеет дело с публикой потребителей, образующих рынок. И этот рынок, на который он выносит не только свою рабочую силу, но и всего себя, оказывается для него столь же недостижимым, как и для какого-нибудь фабричного изделия. И мы можем увидеть отражение всех этих слов в фильме. Ведь одновременное существование Гила Шепарда и его персонажа Тома Бакстера вступает друг с другом в конфликт. Потому что существование одного подразумевает отсутствие другого. Чтобы перформанс в виде Тома Бакстера существовал на экране, он должен быть отчужден от Гила Шепарда. Актер не может стать им до конца и слиться с персонажем. Если бы не я, вас бы не существовало. Вы в этом уверены? Меня мог бы сыграть Фредерик Марч или Эсли Говард. Знаете что, вам лучше вернуться в фильм. Я не вернусь. Не остается без внимания и комодификации искусства. А эти толстые задницы в Голливуде нажимаются на нас. Студийное начальство, писатели, кинозвезды. Работаем-то мы, а не они. Объединимся, братья, объедимся и будем действовать. И, кстати, все это сбивает с толку Сесилию. Ведь она не понимает, в кого она влюбилась. В актера или в персонажа. Или, может быть, и то, и другое это иллюзия. И персонаж, и кинозвезда это просто товар в руках кинокомпаний. А это уже наводит нас на другой аспект картины. Ведь фильм исследует концепцию кинозвезд. И какой эффект это оказывает на зрителей? Бенни Мин писал, что изначально искусство находило свое выражение в служению культу. Но, опять же, с появления механической репродукции этот элемент окончательно исчезает. Но вот только потребность в этом никуда не делась. Эту нишу нужно чем-то заполнять. И именно через культ звезд западное кино заменило ауру традиционного искусства. Кино отвечает на исчезновение ауры созданием искусственной личности за пределами съемочного павильона, поддерживаемой кинопромышленным капиталом культ звезд, консервирует это волшебство личностей. Но зачем же это делается? Опять же, Бенни Мин Марксист. Предупреждаю вас, это коммунистическая пропаганда. И поэтому он объясняет это следующим образом. В Западной Европе капиталистическая эксплуатация кино преграждает дорогу признанию законного права современного человека на тиражирование. В этих условиях кинопромышленность всецело заинтересована в том, чтобы дразнить желающие участия массы иллюзорными образами и сомнительными спекуляциями. Что он имеет в виду? Он писал это в 30-е. Кстати, в это же десятилетие происходит событие фильма. И если мы посмотрим на кино тех лет, то мы увидим одну интересную штуку. Советские фильмы показывали рабочим рабочих. То есть, по сути, ты приходил в кино смотреть на самого себя. Такое кино было ориентировано на эксперимент и обучение. Неудивительно, что русские режиссеры тех лет достигли таких высот. Их до сих пор изучают в киношколах по всему миру. Западное же кино было ориентировано на очарование и внушение. Ведь ему, особенно при фашизме, необходимо сделать так, чтобы огромные массы рабочих могли самовыразиться. Но в то же время даже и не думали о пересмотре имущественных отношений. И для этого ты должен давать им красивую фантазию. Потому что, если показывать рабочим, таких же рабочих, с такими же проблемами, то тут ненароком может и классовое сознание проснуться. Зритель может начать задаваться неудобными для системы вопросами. А такое допускать ни в коем случае нельзя. И, как вы видите, кино и культ звезд для Сесилии является способом убежать от реальности. В этом и весь смысл. У тебя жизнь ужасная. И ты предаешься фантазии, чтобы на два часа перенестись в другое, более приятное место. А потом еще помечтать, что когда-нибудь ты тоже можешь стать звездой Голливуда. Но только вот реальность будет все такой же. Вместо того, чтобы как-то попытаться изменить реальность, в которой она живет, ну или хотя бы взглянуть ей в глаза, она предается очарованию образами на экране. И смотрит она не на таких же рабочих, как она. Нет, она мечтательно смотрит на недосягаемые для нее образы, чем сама же поддерживает систему, которая и поместила ее в такое положение. А чем задумалась? Небоскребы, пустыни, медленный танец, поцелуи. Значит, ты все-таки была в кино? Но это путь в никуда. Ведь в конце концов, я не буду спойлерить и говорить, как именно, но Сесилия за такой вот ментальный настрой горько поплатится. Кстати, уже в монтаже я заметил одну отсылку. Был такой жанр под названием кино белых телефонов. Прямо как фильмы, которые смотрят Сесилия, они склоняли зрителя к многократному просмотру. Показывали роскошную жизнь буржуазии, в то время как большинство зрителей были бедняками. А еще продвигали те ценности, которые были нужны фашистскому режиму. И почти в каждом из таких фильмов, как предмет статуса и богатства, показывали белые телефоны. Отсюда и название. А также отсюда и вот эта сцена. Белый телефон. Я всегда мечтала иметь белый телефон. Я всегда мечтала, что однажды окажусь по другую сторону экрана. И действительно, предаваться красивым образом, идти по пути чистой эстетики, это очень опасная тропа. Ведь искусство это мощнейший инструмент воздействия на человека. И тут есть риски. Дюамель называл кино времяпровождением для элотов, развлечением для необразованных, жалких, изнуренных трудом созданий, зрелищем, не требующим никакой концентрации, не предлагающим никаких умственных способностей, не зажигающим в сердцах никакого света и не пробуждающим никаких других надежд, кроме смешной надежды однажды стать звездой в Лос-Анджелесе. У меня появилась возможность изменить свою жизнь. Я еду в Голливуд. Ну, кстати, это в точности описывает Сесилию, но все-таки это чересчур. Правда, в одном моменте я тут соглашусь. Массы и вправду потребляют кино без особой концентрации. Люди смотрят его пассивно. Ну, а как еще? У тебя в прямом смысле каждые несколько секунд меняется картинка на экране. Стоит тебе только на чем-то сфокусироваться, как оно исчезает. Это очень трудно. Но, как пишет Вальтер Бенемин, тот, кто концентрируется на произведении искусства, погружается в него. Он входит в это произведение. В свою очередь развлекающиеся массы напротив погружают произведения в себя. А если ты позволяешь произведениям входить в себя, то тобой будут манипулировать. Взять, например, два экстремальных конца политического спектра. Коммунизм политизирует искусство, а вот фашизм эстетизирует политику. Это имеет одну конкретную финальную цель. Все усилия по эстетизации политики достигают в высшей степени в одной точке. И этой точкой является война. Война и только война дает возможность направлять к единой цели массовые движения величайшего масштаба, при этом сохраняя существующие имущественные отношения. Империалистическая война в своих наиболее ужасающих чертах определяется несоответствием между огромными производительными силами и их неполным использованием в производственном процессе, иначе говоря, безработицей и недостатком рынков сбыта. Вместо того, чтобы строить водные каналы, она направляет людской поток в русло траншей. Вместо того, чтобы использовать аэропланы для пассивных работ, она осыпает города зажигательными бомбами. Фашизм доводит принцип искусства ради искусства до его логического завершения. Человечество, которое некогда у Гомера было предметом увеселения для наблюдавших за ним богов, стало таковым для самого себя. Его самоотчуждение достигло той степени, которая позволяет переживать свое собственное уничтожение, как эстетическое наслаждение высшего ранга. И если мы в ближайшее время будем, например, видеть больше фильмов, которые в обход политики будут прославлять войну, показывать красоту сражений, эстетизировать там геометрические формы танков и самолетов, искать поэзию в грохоте пушек, то у меня для нас очень плохие новости. Большущее спасибо вот этим бигбоям с Бусти и Патреона. И отдельная благодарность Виталию Гридневу, Петрухе 007, это, я так понимаю, импортозамещенная версия Джеймса Бонда, Ивану Богданову, Лерване и Антону Войтикову. Благодаря вашей поддержке мои ролики продолжают выходить несмотря ни на что. И я могу делать вот такие вот абстрактные и, скорее всего, неинтересные большинству зрителей видео. Не беспокоясь о просмотрах, трафике и так далее. Еще раз, огромнейшее вам спасибо. Увидимся с вами в нашем закрытом чате в Телеграме. Пообщаемся там как голосом, так и текстом, а также обсудим ролик и все, что с ним связано. И если вы хотите присоединиться и поддержать канал, то подписывайтесь на Бусти, ссылка будет в описании. Ну, а с вами был Ануар, да благословит вас жуба.